Ну что, друзья, продолжим сегодня эту историю, на чем мы остановились. Вы меня просто не чуете. Добавите закону... Я вам сказал, что у вас, по-перше, есть в положении Украины про військовый стан. Вот это вы придумали про військовый стан. Ну это бред. Вы захотели 35-ю статью про нас в пол, про запутание транспортного засоба. У вас есть явные следы ДТП, а именно? На камерах. А именно, трещина передней оптики слева. Это ДТП? А что это? Тем более... Как вы помните, полицейский Асауленко якобы рассмотрел дело, принял решение по делу, но почему-то подписал постановление другой полицейский, Калиниченко. Ну то есть, чистой воды фальсификация. То есть, полицейский Калиниченко не рассматривал дело, не принимал решение, но в постановлении находится его фамилия, его подпись. Что это такое? Ну, чистой воды фальсификация. То есть, двухголовое должностное лицо. А, да, забыл, там же будет третья голова. И еще частично четвертая, на самом деле. Просто я потом еще раз все это досмотрел и понял, что там вообще четырехголовое должностное лицо. Это у нас, наверное, впервые уже такое. А полицейский Калиниченко, водителю, рассказывал в этот момент, что он его остановил якобы за то, что у него характерные признаки ДТП, а именно трещина на фаре. Ну вот серьезно, мы же тут вроде как не идиоты, мы же понимаем, что это полное вранье. Как он мог, во-первых, это в принципе увидеть на фаре, которая горит, проезжающий мимо автомобиль? А во-вторых, как это вообще соотносится с причинами остановки транспортного средства? Есть такая причина, как наличие информации о причастности автомобиля или водителя к ДТП. То есть это совсем другое. Это не просто царапина на автомобиле, это есть у тебя информация заранее. Ты ей владеешь и, пользуясь этой информацией, ты останавливаешь транспортное средство. Но нет, они как-то по-другому это все видят. Ну понимаете, в чем смысл? Причины для остановки, они должны существовать в объективной реальности. То есть смысл не в том, чтобы просто так остановить автомобиль и, если водитель потребует, назвать ему причину для остановки. Нет, смысл не в том. Смысл в том, что она должна существовать, эта причина. Должны существовать эти обстоятельства. И по этой самой причине полицейские тогда останавливают автомобиль. А не так, как у нас. Но их, видимо, как-то, я же говорю, учили по-другому. И вот что интересно, видео с камеры самого Калиниченко у нас нет, поэтому то, что было вначале с его камеры, мы не можем увидеть. Но мы зато можем увидеть то видео, которое снимал сам водитель. И вот в момент остановки полицейский Калиниченко называл совсем другую причину для остановки. И снова військовый стан. Все смешалось, да, люди, кони. Полиция у нас исполняет свои должностные обязанности согласно закону о национальной полиции. Это мы уже говорили. У нас могут быть соответствующие уполномоченные лица, которые, извиняюсь за тавтологию, уполномочены комендантом согласно приказа на исполнение мер по обеспечению правового режима военного положения. То есть это могут быть тоже полицейские, но они, скажем так, немножко другим занимаются. Конкретно вот этими вот вещами, связанными с военным положением. У них же это все вот в голове, перемешалось, просто каша. Вот они хотят это использовать, хотят это использовать. Хотя никакого отношения к этому не имеют. Ну а поскольку, наверное, Калиниченко все-таки понял, что не прокатит его этот військовый стан, он потом начал выдумывать фару. Ну то есть классика. Ну а в конце концов, конечно же, конечно же, поскольку водитель спорит, нужно ему вменить, что? Да, наркотическое пьянение. Ну ничего нового. И вот пока они беседовали-беседовали, полицейский водитель требовал все-таки назвать причину, реальную причину для остановки. Они не могли ее назвать. Ну и вот один из умников выдал вот такое. Вменяют ему наркотическое опьянение, но при этом, говорит, у вас три варианта. На месте пройти осмотр, поехать к врачу-наркологу, либо отказаться. Вот интересно, а как он будет проходить, ну как он может пройти осмотр на состояние наркотического опьянения на месте? Если у полиции нет никаких технических средств, и вообще это нигде не прописано, что он может пройти на месте с полицейским осмотр на состояние наркотического опьянения. Ну вот вы запомните этот момент, мы к нему еще вернемся. У вас уже три ознаки наркотического опьянения. Нечитка мова раз, блідність опьянение два, и поведенка, что не ведет обстановки, три. А какая у меня должна быть поведенка? Ну нормально, вы спрашиваетесь плохо, агресивно. Ну так потому что меня зупинили. Задаю в другий раз, три рази задаю питание. Вы спредставно меня зупинили? Проїдем, проїдем, идем до автомобиля, едем до лікаря нарколога. Держать уже, черт знает, сколько? Какие попередние водяки запитали. Уже пів часа меня держите? Ваша поведенка будет расцена как видохуляння от огляду. Третий раз задаю питание. Пройдите, будь ласка, до автомобиля, мы едем до лікаря нарколога. Я сказал, я подъеду, только... Пиши 2.5. Відносно вас будет складный протокол за статей 130, ч. 1, пункт правил 2.5. Відмога від проходжения огляду. Ви маєте, згідно 268 статті КУПАП, Знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, зададе клопотання, користуватись до мого адвоката, Винченко і вся в галузі права. Згідно с 63 статті Конституції, можете не свідчити проти себе свої близьких та рідних колеги, як висновичі закону. Матеріали будуть передані до Святошинського районного суду міста Києва, отримаєте смс-повідомлення і за адресою проживання по вісточку. Все. Хорошо, клопотання подати. Подайте протокол. Вот ця четвіртая голова нарисовалась, і быстренько бац-бац-бац, 130-ю, каже, пиши, пункт 2.5, це відповідно. Причем, він теж не знаходився значально на місці, він приїхав потім в другому екіпажу, цей поліцейський, фамилию його, к сожалению, не знаю, і він говорить цим двом предыдущим, Сауленко і Калиниченко, о том, що пишите протокол. Т.е. він вже прийняв рішення написати протокол, але передав це, передав. Ігра в «передаста», видимо, така. Передав це цим двоим і вшел. А ці двоі оказались теж двоечниками. В принципі, ми і так це розуміємо. Вони теж не стали писати протокол, і передали це дальше, перепоручили четвертій голові. Там ще у них девушка в автомобіле поліцейська сидела. І в результаті вони все на неї свалили. Ти пиши протокол. І в результаті вона составила протокол. Ви понимаєте, який абсурд? Т.е. двоечники, як в школі, обратились к відчинці, щоб вона їм домашніше задання написала. І вона дівушка составила протокол, і вони цей протокол приносять водителю. Так, 21-го, 11-го, 22-го року, 23-й годині, 30-й годині, це коли складається за адресою міста Київ, вулиці Семиренка, 17-я. Ще раз коли складається? 21-го, 11-го, 22-го року. От вас вам видно? Ну, протокол видно? Ну, я віжу. 23-й, 30-й місті, київ, вулиці Семиренка, 17-я. Хто складав протокол про те, що... Анатолія наслажувала. Так, ось такий спач. А Діана? Я не бачив. Откуди я бачив бачити? Так вам попередай, давайте... Якщо... Останавив мене один, а... Вона мене не останавливала. Ну, вона ж мене не останавливала. Читайте. Та, ви, вобще, ну, ви ж бачите, шо, ну... Не, ну так как это... Не, ну, правильно. Мужчина останавливала, не женщина. Та, там... Добре, не на... Водитель ему как раз указав на то, что... Ну, меня останавливал другой полицейский, а вот... Составила протокол какая-то там Анна Анатольевна. Он ее даже в глаза не видел, эту Анну Анатольевну. Ну, что это за бред? И этот... А Сауленко, который зачитывает протокол, он начал... Бе, ме, 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 ме... Местя работы и продолжил дальше читать протокол. Кому належать, что 21-го дня, 22-го року, 20-го, 41-го, в містике, 8-го ринка, 17-А, водитель, керував автомобилом «Шкода Октавія», номерный знак АА-19-18, з ознакомом наркотического вспоминения, а саме, злуженості очей, які не реагують на світло. Неприродня влідність, оглича, поведінка, яка не відповідає обстановці. Від проходження огляду на стан спьянення встановлено законом порядка. У лікаря нарколога за адресою міста Київ, вулиця Відпочинку, 18, відмовились. А че ж не написали, що я тут? Ви ж меню предлагали на месте пройти? Ні, то... Шо то? То уже не считается. На месте вам никто не пропонял. Ви вже їздили, ви вже знаєте. Ось отец у мене, свідетель, був, що предлагали мені пройти на месте, або поїхати в врачу. Ви не зрозуміли. Вам пояснив потім колега, що або до лікаря... Ну, ви починаєте перекручувати. Чого перекручувати? Я говорю ваші слова. Ви, говорят, не поняли. І ви тепер починаєте перекручувати. Що ми починаємо перекручувати? Ще раз давайте послушаємо. Ви, варіант, ви зараз на місці проходите огляду. Другий варіант, ви їдемо до лікаря. Третій варіант, ви відмовляєтеся від огляду. На місці у врача-нарколога, або відмовляєтеся від огляду. Що тут можна перекручувати? Що тут можна не поняти? Діло в тому, що вони самі просто не розуміють, як це працює. Вони не розуміють, не знають норм і закону. І ось ліпять все підряд. Ви писали, короче, чоловікопротокол. Це по 130-й якоби за відмовляд. Ну і, звісно ж, він відправився в суд. В суде... Произошло следующее. Судья це все изучила, посмотрела. Ну вот, поняла, що полний бред. Поняла, що процедура составлений протоколів і матеріалів к нему нарушена. І дело закріло. І таких протоколів просто кожен день. Сотні, сотні подобних протоколів. Вмість того, щоб дійсно займатися обеспеченням безопасності дорожного движення. Вмість того, щоб займатися обеспеченням правопорядка, ось вони лепять подобні протоколи людям Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!